Здравствуйте, это канал Доктор Мамонтов, канал о здоровье костей и суставов, канал об образе жизни. Для костей и суставов нужно хорошее кровообращение, а в свою очередь кости и суставы улучшают работу сердца и улучшают кровоснабжение сердца. И благодаря работе костей и суставов можем снизить артериальное давление. Сегодня речь пойдет вот о чем. Очень многие люди утром встают, измеряют свое артериальное давление, оно у них высокое, 170-180, они начинают пить таблетки, снижающие давление, потом снова ложатся, чтобы успокоиться. И так каждый день. Но есть очень простые приемы, благодаря которым вы будете снижать артериальное давление утром, если оно у вас высокое, применяя два простых приема. Первое. Когда вы проснулись, не надо сразу измерять артериальное давление. Опустите ноги. И в течение полутора-двух минут выполняйте вот это упражнение, которое сейчас смотрите. Это своеобразная имитация пешеходной прогулки. А пешеходная прогулка – это достоверный научный факт и доказательство, которое приводит к снижению артериального давления. То есть вы ничего практически не делаете. Вы опустили ноги, даже не встаете. И делаете вот такие простые движения стопами с пятки на носок, с пятки на носок, спокойно. Спину держите прямо, не напрягаясь. Смотрите перед собой. В течение полутора-двух минут. Сделали эти упражнения. Потом необходимо встать, сделать 5-6 упражнений на диафрагмальное дыхание. Как выполнять это упражнение, посмотрите вот этот коротенький ролик. Итак, первое упражнение – это мягкое дыхание, в котором вы должны использовать диафрагмальное дыхание. Положите руку на живот и сделайте вдох, надувая живот. Вдох делаем через нос и параллельно этому надуваем живот. Вот так. И потом продолжительный выдох через рот. Вы должны почувствовать во время вдоха, как у вас поднимается ладонь, которая лежит на животе. Еще раз. Вдох через нос, надуваем живот. И продолжительный выдох через рот. Вдох через нос, надувая живот. И продолжительный выдох через рот. Во время выполнения этого упражнения вы должны сосредоточиться именно на вдохе и выдохе. Рекомендую закрыть глаза. Сосредоточьтесь на движениях вашей брюшной стенки, которая во время вдоха будет надуваться, увеличиваться, и во время выдоха будет, наоборот, уменьшаться. На выполнение диафрагмального дыхания у вас уйдет где-то 2-2,5 минуты. Итак, два простых упражнения. Первое из которых, это имитация пешеходной прогулки. Будет укреплять ваши сосуды, будет улучшать их эластичность, будет укреплять сердце. Понятно, что во время выполнения этого упражнения давление будет немножко подниматься у вас. Потому что сердце же будет работать, перекачивать ту кровь. Благодаря вот этим движениям ногами. Но ежедневное регулярное выполнение вот этого простого упражнения ногами, оно будет тренировать сердце, и давление будет не так высоко подниматься. А второе упражнение, на диафрагмальное дыхание, помогает первому упражнению снижать артериальное давление. За счет того, что во время диафрагмального дыхания у нас раздражается блуждающий нерв, вагус, благодаря которому снижается артериальное давление, снижается пульс и частота дыхательных движений. Выполняйте этот простой комплекс из двух упражнений ежедневно, каждое утро. На него вы потратите минут 5-6, может быть и больше. Кому как понравится. И через месяц вы убедитесь в том, что таблеток для снижения давления по утрам вам не нужно. Если понравилось вам это видео, поставьте лайки, поделитесь этим видео со своими родными, друзьями, близкими, родственниками. Подписывайтесь на мой YouTube канал, подписывайтесь на мой Telegram канал, пройдя по ссылке, которая есть под этим видео. Каждую пятницу в Telegram канале я провожу бесплатные консультации, отвечая на любые ваши вопросы. Также, каждую неделю в Telegram канале я провожу конкурс на лучший результат применения тех или иных упражнений, которые я показываю на своем YouTube канале. То есть, вы выполняете упражнение, вот даже вот это, о котором сейчас я говорю, и напишите свой результат, но не сразу, завтра или послезавтра. Сделайте его в течение месяца. И через месяц напишите свой результат. И лучший результат лечения применения моих упражнений я выбираю сам. И этому человеку по почте в подарок, бесплатно отправляю одну из своих книг со своей подписью. Читайте, скачивайте, прослушивайте мои книги, пройдя по ссылке под этим видео. Всего вам доброго, до свидания и будьте здоровы!